Легкая женская рука в науке, бизнесе и искусстве. На собрании областной федерации женщин сегодня обсудили и реформу Академии наук, и культурное наследие Новосибирска, и развитие села. Тему продолжит Виктория Рыжих. В центре внимания развитие Сибирской Академии наук. Обсуждают проблемы, финансирование уменьшилось на треть, а документ оборот вырос в два раза. Поставки реактивов для исследования организованы плохо. Из Америки заказ приходит быстрее, чем из другого региона России. Мы хотим, чтобы наши молодые ученые не уезжали за границу, чтобы они оставались здесь, чтобы у них были условия. Этот вопрос, в общем-то, решается. Это решаемый вопрос, это не то, что поднять промышленность или что-то сделать. У женщин-руководителей принципиально иной взгляд на некоторые вещи, чем у мужчин. И этим конкурентным преимуществом нужно активно пользоваться, уверен губернатор. Вот как интегрировать, как сделать сегодня этот потенциал встроенным, в встроенном, в большее созидание тех решений, стратегических задач, которые мы решаем на территории нашей Новосибирской. Вот, думаю, главная ценность. Поэтому опыт у Союза женщин сегодня у нашего Новосибирского отделения, он есть. Есть. Уметь объединять, уметь находить вот эти точечки, значит, объединения, точечки какого, знаете, вот такого объединения усилий, диалога. Ведь много получилось, когда в Кругом Союза женщин сегодня объединились столько много общественных организаций. Зоя Александровна, педагог с 40-летним стажем, говорит, женщины не стремятся отобрать у мужчин место лидеров. Цель – занять свое собственное. Уже давно так повелось, что женщины-исполнители, женщина – правая рука руководителя. Вот пусть даже руководитель мужчина, но если организация, университет, научные учреждения работают хорошо, то, как правило, правая рука – это женщина. На встрече решили написать коллективное письмо председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко. В планах учредить специальную премию для молодых женщин-исследователей Новосибирской области. Виктория Рыжих, Александр Ведерников, Новости ОТС.